В сознании большинства людей бытует мнение, что только 5% всех людей на планете занимаются действительно любимым делом. Остальные же работают ради денег, и поэтому получать удовольствие от работы вроде как и не должны. Насчет 5% может быть все верно, но почему бы вам не войти в их число? Каждый, абсолютно каждый человек в чем-то хорош и талантлив. У каждого есть дело или много дел, доставляющих ему удовольствие. А если вы еще не нашли такое занятие, самое время начать поиск. Ну, кто-то из великих сказал, если человек занимается своим любимым делом, ему никогда не придется работать. При этом осознание того, что твоей жизнью руководит кто-то другой, нередко приходит в периоды возрастных кризисов. Тот самый кризис среднего возраста, который приходится примерно на 40 лет, является одним из этапов, когда человек начинает задумываться о первых глобальных результатах своей жизни. Именно тогда часто приходит осознание, что ты не достиг того, о чем мечтал или к чему стремился. Что все не так, как хотелось, и радости от жизни немного, а работа – это рутина, и жизнь проходит мимо. А иногда бывает, что человек построил хорошую карьеру и вроде создает впечатление реализованного, вот только счастья почему-то нет, потому что хотел соответствовать чьим-то ожиданиям и шел к чьей-то чужой цели. Как же найти себя? Об этом поговорим с нашим гостем в студии Роман Дусенко, бизнес-тренер, коуч и мотивационный спикер. Доброе утро. Обычно мы бежим находить вторую половинку, а в первую очередь мы должны найти себя. Но вот если я недоволен собой, и я являюсь не тем, кем хочу являться, это разные вещи, и вот недовольство собой – это нормально? Может ли это быть с простым человеком в повседневности? Ну, мне кажется, знаешь, вот классно, это примерно можно представить ситуацию, когда бензин заканчивается в баке. Ведь мы же не сходим с ума, мы просто едем на заправочную станцию и заливаем нам же топливо, и ты вновь готов ехать туда и столько, сколько тебе необходимо. Но, мне кажется, если пойти от обратного, а что, какой человек, который доволен собой? Вот мы сразу быстро в голове вспихивает этот образ. Счастливый, веселый, легкий, воспринимающий любую ситуацию как возможность, а не как какую-то проблему, да? Ровно наоборот, казалось бы, человек, который недоволен собой. И мне кажется, возможность, когда осознанно ты в чем-то недоволен, это просто показатель на твоем индикаторе топлива. Где-то надо подзаправиться. И выходит, где? Возникает вопрос, где? Да, для каждого это абсолютно может быть разная вещь. Для кого-то проснуться рано утром и прогуляться по хрустящему снегу. Для кого-то встать и приготовить прекрасную яичницу, которую я видел, ваш специальный корреспондент готовил на прекрасной кухне. А для кого-то это просто объятие любимого человека. Но если мы копнем чуть-чуть глубже, да, вот действительно, тема, а как мне справиться с неким недовольством, на самом деле это же прекрасно. Как создается любой план? Сначала мы смотрим, где мы находимся, а потом подумаем, куда нам прийти. Есть некий гэп между тем, где ты есть и куда ты хочешь прийти. Это можно воспринимать как недовольство, а можно воспринимать как маршрут и карту к действию. Но вот если уж вы заговорили про топливо, а если ты день ото дня понимаешь, что ты вообще не на ту заправочную станцию ездишь и вообще не тот бензин заливаешь, ведь так тоже бывает. Ты до этого делал это вроде как, ну, потому что привык, а тут чувствуешь, ну, что-то не то, барахлит. Классно сказано, потому что ты понимаешь, что ты ездишь не на ту заправочную станцию. Ты понимаешь. Значит, надо просто ехать на другую? Или на той машине вообще? Или на той машине, да. Знаете, когда я работал в корпорации, зачастую с сотрудниками общаешься и понимаешь, что для них это как трамвай. Они зашли в этот трамвай, проехали определенную остановку и вышли. Точно так же здесь они решили какую-то свою карьерную задачу и пошли дальше. Вопрос, куда они пошли? И абсолютно правильно, когда вы говорили о том, каким может быть человек, будучи счастливым, да, но реализуем чужую мечту, или наоборот, будучи несчастным, но как бы постоянно задающий себе вопрос. Мне кажется, здесь надо начинать с самого простого. Вот это же осознанность. Самое главное проснуться и задать себе правильный вопрос. Что сегодня может сделать меня счастливым? Я всегда начинаю все свои тренинги и общение с того, а что сегодня может сделать вас счастливым? И когда люди, сидящие на предприятии или топ-менеджере крупных корпораций, пытаются ответить на это вопрос, а это какой-то странный вопрос, мы же вообще здесь про другое собрались. Ну вот смотрите, это же очень рискованно и очень много страха в голове, если мы говорим о человеке, который уже находится в определенном возрасте, ну за 30, а может быть и за 40 лет, у которого, казалось бы, уже абсолютно закоренелые стереотипы, плюс общественное мнение, плюс там родственники, не знаю, друзья, и ты думаешь, не готов. Ну то есть нужно же иметь определенную смелость для того, чтобы себе признаться, что все не так и можно поменять. Вот вы с позиции человека, который, ну, может это рассматривать как возможно. Я прям себя сейчас узнал в твоем или в вашем, я не знаю, как, мы на ты или на вы можем, на ты, наверное. Я узнал себя. 8 лет назад я был председателем правления банка, у меня было все хорошо, я был большим руководителем, и в какой-то момент я понял, что я хочу быть другим, заниматься другим. И вот 8 лет я делаю то, как, сказал, это любимое дело, которое и есть твоя работа. Это было трудно, сложно, страшно, были домашние конфликты, почему ты ушел с работы, а теперь вопрос, где я и где те, которые остались там. Но это история про дауншифтинг, вот твоя личная? Нет, это история про третий виток в карьере, про подъем на совсем другой уровень, когда ты действительно становишься тем, кем ты на самом деле, наверное, являлся. Я хотел бы вернуться вот к плану. Давай. Был разговор о том, что вот нужно составить план. Но когда составление плана, это, наверное, уже какой-то один из этапов, которые после того, как ты провел какой-то анализ, проанализировал, как ты двигался вот до этой точки, действительно ли ты добился чего хотел. А если человек находится в состоянии, когда он не может понять, не то, что добился или не добился он того, о чем мечтал, а он вообще не понимает, о чем он и раньше мечтал. Прямо сейчас для вас для всех трех бесплатная коуч-сессия. Так, да. Ессс. Чего мы хотим? Вот какая самая большая мечта? Девушки. Какая самая мечта? Какого наука в голове всего всплывает? Я просто хочу быть спокойным и счастливым. В космос летать хочу. Супер. Быть спокойным и счастливым легко трансформируется в состояние. Слетать в космос легко трансформируется в действие. То есть можно план, да? Что ты хочешь? Я тоже хочу быть счастливой и богатой. А что же мне рассказывать, что цели мечты... И успешной. Цели мечты – это разные вещи. Мечта – это технологически сформулированная цель. Все. Наоборот, цель – технологически сформулированная мечта. Всегда приходят ко мне очень люди богатые, успешные. Или наоборот, простые. И я им говорю, слушай, первая задача – просто научиться мечтать. Он говорит, как это? Я говорю, пять минут в день. Он говорит, нет, не получается. Я большой, великий, я не могу мечтать. Я говорю, сядь, за всякий таймер. Там первая неделя всех ломает, на вторую неделю становится чуть-чуть поинтереснее. Через какое-то время люди начинают получать удовольствие. И тебе, и тебе, и тебе домашнее задание на завтра. Сто желаний. И со временем мечты, наверное, становятся амбициознее, да, и как-то увереннее. Потому что, ну вот смотрите, что такое, я хочу быть счастливой и успешной. Нужно же для себя еще раскрыть это, что для тебя быть счастливой и успешной. Для кого-то счастье – это семья, для кого-то счастье – это классная работа. Абсолютно четко. И здесь мы подходим к понятию ценностей. Что такое ценности человека? Это некий внутренний конструкт, который помогает принимать то или иное решение в нужный момент. Причем мы осознанно этого не понимаем. Но для нас важно именно то, что мы делаем. Для тебя важно выглядеть прекрасно, да, быть успешным, демонстрировать свою успешность на всех. Для тебя важно быть счастливой. Но твое счастье абсолютно отличается от моего или его счастья. Твое счастье особенное. Но единственное, что нам ждет, немножко спросить себя, что такое для меня мое счастье. Кстати говоря, вот по поводу формирования желаний. Что это за показатель, что он говорит о человеке? Вы говорите, 100 желаний. А порой к тебе подходит просто, вы близкий человек, говорит, слушай, что тебе подарить на день рождения? Мы тут на Дальнем Востоке чокаем. А ты, а я не знаю, ты сам понимаешь, ты не знаешь, ну хотя бы в материальных вещах, чего ты хочешь, что уж туда копать-то в ментальное. Абсолютно верно. И именно 100 желаний, это знаешь, как вот, вы же живете в суровом климате, и прежде чем куда-то поехать, если машина стоит на улице, ее нужно разогреть, чтобы двигатель хоть как-то там поехал. Это для разогрева, для того, чтобы вспомнить, а что ты действительно хочешь. Ведь когда-то мы были маленькими, у нас не было проблем с тем, что ты хочешь. Ты только мамой спрашиваешь, что тебе подарить на день рождения? О, сейчас. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот, поэтому разогреваемся, смотрим, а потом действительно пытаемся понять. Вот есть самое простое, например, упражнение по поводу того, как найти ценности. Необитаемый остров, все есть, не надо ни о чем беспокоиться. Какие три вещи ты возьмешь с собой? Все есть? Все есть. Там одежда есть, можно не одеваться, питание, безопасность. Вот что, какие три самые главные вещи ты возьмешь с собой? А если все есть? У меня и так все достаточно. Нижнее белье. Тоже не надо, зачем? Все есть. Вот что-то для тебя важно, что бы ты хотел, что бы с тобой было. Это вещь, это не человек. Что угодно. Жена и дети. Супер. Ценность, семья, любовь, необходимость общения и подтверждение своей собственной значимости. Понимание, кто ты, где ты. Что ты хочешь? Так ведь это необитаемый остров. Ну вот, разрешение. Мы же добежали от жены и детей, собственно говоря. Да, да, да. Для меня слишком сложные вопросы с утра, честно. Ну, потому что прям хочется покопаться и поразмыслить. А нужно говорить, ну вот, показатель, человек может быстро среагировать и быстро ответить. Или ему нужно покопаться? Это вот это... И то, и то правильно. Мне кажется, мы взрослые думаем, а вот дети, мы сейчас уже отъедем на раз-два. Нам так говорят, что нужно закачивать. Вопрос не в том, что я недоволен собой. Это классно. Это треггер к тому, что можно что-то изменить. Всегда можно что-то начать. Паула Каэля в книге «Алхимия» скажет, человек может каждую секунду изменить свою жизнь. Надо просто честно спросить себя. Найти момент, когда ты побудешь одна с собой. Или наоборот, с близкими, которым ты доверяешь. И спросить, как ты думаешь, вот что мне не хватает? И это будет еще одна сторона видения того. Но, на самом деле, сейчас прекрасное время. Накануне Нового года. Просто начать мечтать, чтобы к Новому году, в тот момент, когда пробьют куранты, загадать то, что ты на самом деле хочешь. Отличный финал нашей беседы. Просто позволить себе это получить. Спасибо вам огромное. Ну, а мечтать, это, кстати, не для лоботрясов. Это тоже полезная внутренняя работа. И работать надо для этого тоже, в том числе. У нас в гостях был Роман Дусенко, бизнес-тренер, коуч и мотивационный спикер.